Как можно получать пассивный доход, если у вас есть различные криптовалюты и токены? В идеале каждый хотел бы совмещать все три вида дохода, но на практике это сложно сделать из-за непохожих на друг друга интерфейсов и правил проектов. Начало фарминга фактически является запуском токена, ведь теперь он сможет приносить доход своим владельцам. КОИНПОСТ Как можно получать пассивный доход? Если у вас есть различные криптовалюты и токены, способов несколько. Сначала появился стейкинг на блокчейне, когда пользователь направлял свои средства в пул валидаторов. Те получали вознаграждение за подтверждение транзакций и делились ими с участниками пула. При такой схеме основной доход уходит крупным владельцам монет. То есть чем у тебя больше криптовалюты, тем больше ты зарабатываешь. И это быстро поняли централизованные биржи криптовалют. Теперь на бинансе и других площадках появился свой стейкинг. Вы разрешаете бирже использовать ваши средства для заработка, а она делится с вами процентом. Часть прибыли само собой теряется, но зато это очень простой вариант, когда фактически не нужно ничего делать. С появлением DeFi проектов стал доступен другой способ заработка, так называемый майнинг ликвидности. Децентрализованным торговым платформам нужна ликвидность для обработки сделок, и предоставляя ее, можно получить вознаграждение. Самые известные из них это Uniswap на Ethereum и PancakeSwap на Binance Smart Chain. Выбираете пул ликвидности, для которого у вас есть средства. Оцениваете доходность, переводите токены в смарт-контракт и начинаете получать доход. Теперь он зависит не только от количества токенов, но и вашего выбора. И третий вариант, который тоже относится к децентрализованным финансам, и называется фарминг. Тут вы получаете вознаграждение за активность на платформе. Каждая действия вознаграждается токенами проекта и его суть в установлении определенного равенства для тех, у кого много и у кого мало монет на кошельке. Ведь важна не сумма, а то, сколько действий выполнил. Правда, такой заработок уже нельзя назвать пассивным. В идеале каждый хотел бы совмещать все три вида дохода, но на практике это сложно сделать из-за непохожих на друг друга интерфейсов и правил проектов. Каждый DeFi, как назло, делает все по-своему. Постоянно приходится разбираться с нуля. Да и просто тяжело переключиться. Большинство не будет изучать новый вариант дохода, когда уже освоили один из них. Просто потому, что боятся лишиться того, что уже есть. Разработчики токена ПАКТ обещают комплексную систему, которая позволит комбинировать различные варианты заработка. Как они собираются это сделать, обсудим далее. Идея ПАКТ заключается в объединении сообщества, то есть пользователей с различными навыками для получения совместной выгоды. Кто-то силен в фарминге, другой отлично разобрался в пулах ликвидности, третий научился экономить на комиссиях криптобирж и так далее. ПАКТ – это экосистема, которая открывает возможность заработка сразу по всем трем направлениям пассивного дохода с криптобирж и DeFi. Использовать ее можно как в одиночку, так и объединяясь в команды. Все достижения хранятся в блокчейне и вознаграждаются токенами проекта. Также есть соревновательный элемент, который стимулирует изучать новые способы заработка или становиться профи в уже освоенных. То есть любой пользователь может зарабатывать достижения в разных аспектах DeFi и CEX платформ и получать вознаграждение в виде токенов экосистемы ПАКТ. Развивать свои скиллы именно в той области, в которой у него больше навыков и интересов. Соревноваться с другими пользователями с совершенно другими навыками и умениями. В целом экосистема ПАКТ имеет множество комбинаций выгодного перекрестного использования продуктов платформы. Если найти баланс между стейкингом, фармингом, майнингом ликвидности, арбитражем и скидками на комиссии, можно получить мультидоходную систему. Это преимущество, которого нет у других пользователей DeFi. На словах это, скорее всего, звучит слишком запутанно. И это один из случаев, когда лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Поэтому далее расскажу, где можно купить монеты ПАКТ. Посмотреть на курс токена и его изменения можно на сайте обозревателя CoinGecko. ПАКТ торгуется на трех площадках. Это P2P, B2B, Uniswap и PancakeSwap. Курс пока не радует, но зато точно никто не скажет в комментариях, что опять говорю о токене, в который поздно заходить. Кстати, токен будет сразу на двух блокчейнах, а именно Ethereum и Binance Smart Chain, что позволит охватить максимальную аудиторию пользователей DeFi сервисов. Цена может измениться кардинальным образом, ведь с 18 мая стартует фарминг ПАКТ на PancakeSwap и других децентрализованных площадках. Это прописано в дорожной карте проекта и на данный момент она строго выполняется. Начало фарминга фактически является запуском токена, ведь теперь он сможет приносить доход своим владельцам. В дальнейшем его возможности будут расширены за счет добавления персональных NFT токенов для пользователей платформы. Важный момент. При текущей цене в 34 цента максимальное количество ПАКТ составляет 1 миллиард токенов. Из них 10% получит команда разработчиков, еще 15% отведено под резерв, еще 10% направят на маркетинг, аирдропы и другие способы продвижения. Остальные монеты будут распределены через фарминг, стейкинг или майнинг ликвидности. Эмиссия в 1 миллиард это на самом деле довольно мало, и если проанализировать цены и предложения по другим монетам, то можно предположить рост ПАКТ до 4 или 5 долларов от текущего уровня. Возможно и больше, но тут уже вступят в силу другие факторы, такие как общее движение крипторынка, активность разработчиков, действия сообщества, спрос на DeFi и так далее. Напомню, что фарминг ПАКТ на PancakeSwap стартует 18 мая. Ссылку, чтобы узнать подробности и принять участие в проекте, оставлю сразу под видео. И напишите в комментариях, интересно ли делать такие видео про совершенно новые криптовалюты. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и будь в плюсе. Субтитры сделал DimaTorzok